Энергичные, активные и душевные. Волгоградские пенсионерки из клуба здоровья на личном примере доказывают, возраст спорту не помеха. Чтобы всегда быть в форме, они занимаются аэробикой, делают упражнения на растяжку и укращают современные тренажеры. Супер бабушки успевают петь и танцевать, так и в этом легко дадут фору молодежи. Светлана Ларикова выясняла секреты долголетия и отличного самочувствия. Они проводят свои вечера не у подъезда на лавочке, а на тренировках. Упражнения с мячами, гимнастическими палками и гантелями – лишь малая часть спортивной программы «Супер бабушек». Среди самых активных участниц клуба здоровья – 80-летняя Нина Губина. Пенсионерка говорит, что в ее возрасте торопиться опасно, нервничать вредно, а бояться уже поздно. Но она не перестает учиться чему-то новому и следует собственным правилам жизни. Жизнь – это мгновение. Ценить надо это мгновение. Надо и над собой работать. Не грустить, не унывать, любить людей. Вот мой такой принцип – из жизни взять все хорошее и этим хорошим поделиться с людьми. Отдать добро своему людям. Такое позитивное отношение к жизни Нина Ивановна сумела сохранить, несмотря на непростую судьбу. Дитя военного Сталинграда. Духмесячную Нину вместе с мамой эвакуировали в Барнаул. Отец погиб на фронте. Вернулась в родной город и 42 года проработала педагогом. Но детские воспоминания живы до сих пор. Все было разбито. Все дома были разбиты. Овраги такие большие были. Но мы еще детьми пытались как-то спрятаться. В них играли в прятки. Помню, как потом уже восстанавливали город Волгоград и намывали песок с Волги. Руководитель клуба здоровья Людмила Сидорина – малолетняя узница фашистского концлагеря. Всю свою жизнь она посвятила малышам. Работала воспитателем в детском саду. Теперь ее воспитанники немного постарше, но такие же активные. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Молодцы. Занятия в клубе направлены на поддержание физической формы и укрепление здоровья. Но за два десятка лет центр стал гораздо большим – объединением единомышленников, друзей и близких друг другу людей. Живем очень активно, живем интересно. Это самое главное. И именно мы поддерживаем друг друга морально. У кого-то горе, у кого-то радость. Мы уже совместно все это обговариваем. И людям интересно. Поэтому он существует, этот клуб, 22 года. Аэробика и растяжка. Любительницам здорового образа жизни покоряются все упражнения. В арсенале у спортсменок элегантного возраста и занятия на тренажерах. Активность мне нравится больше, чем лежание на диване. Практически этого не бывает. Утром стадион с палками, цигун, немножко растяжки, а потом полисадник, а вечером тренировка в зале. С таким ритмом жизни, а главное настроем, бабушки дадут фору любому спортсмену. Пенсионерки активно участвуют и в творческой жизни Волгограда. На городских мероприятиях выступают с песнями и зажигательными танцами. По традиции, после завершения занятий все собираются за столом и устраивают чаепитие. И разговариваем, очень поем бывает за столом и чувствуем себя просто как дома. Мне так нравятся все наши девочки, я так люблю их всех душевно, очень тянусь сюда. И каждая из нас здесь тянется, потому что мы чувствуем себя как одна большая семья. Будь то занятие в зале или скандинавская ходьба на свежем воздухе, в любую погоду и в любое время года в клубе здоровья в поселке Вотстрой занимаются 25 активных бабушек. Для них это не просто хобби, а образ жизни. В планах на будущее у спортсменок сдать нормативы ГТО и, конечно, активное долголетие. Светлана Ларикова, Виктор Хиврин. Время новостей.